Всем привет, мои дорогие! С вами Конова Аня. Сегодня необычный формат, потому что мы снимаем видео из номера в джубке. Не очень хороший свет, но мы постарались сделать все возможное. Даже купили лампу вот эту вот кольцевую, чтобы меня было хорошо видно. Ну что ж, с вами Конова Аня, как обычно, проект Уберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами поговорим о новой коллекции Бурматикова, которая у меня на канале будет впервые. Наконец-то еще пришло, конечно, не все, но хотя бы часть. Частями получаем из-за того, что где-то там обрушился какой-то мост, как говорит Андрей Бурматиков, и из-за этого большая глобальная задержка всех вещей. Ну что ж, на мне сейчас кофта, в которой я проходила уже целый день. Я могу сказать, что она не скатывается, с ней все хорошо, с ней все великолепно. Она не колется, она мягкая, она средней теплости, что ли, как это даже сказать, средней плотности. Ну это я так смеюсь. В ней вот сейчас, на данный момент, сколько, Антон, вчера было градусов? Ну градусов, наверное, 19-20. Ну это днем, а ночью? Ночью 15. Ну вот, при 15 градусах в ней вполне комфортно, вполне здорово. Вот, нет, мы позавчера ходили, было холоднее, кстати. Да, позавчера был ветер сильный. Ну вот нормально, нормально вот на такую погоду. Так, дальше смотрите, тут она очень хорошо растягивается, да, то есть такая вот, рукав, как мы с вами видим, получается 3 четверти, ну не 3 четверти, а вот впритык. Поэтому длинноногие девушки, думайте, думайте, брать, не брать, потому что вам может быть рукав короток, коротковат. Поэтому я думаю, что надо подумать, примерить, может быть попробовать, потому что кофточка шикарная. Что мне понравилось, тут также есть пуговка, пуговка в запасниках. И также вот тут еще идет и пуговки. Все пришито хорошо, все здорово. Я в ней даже слегка чуть-чуть повалялась, ничего не скаталась, все здорово. Единственное, что я начала расчесывать волосы и зацепила сильно плечо, и была такая крупная затяжка, мне ее пришлось вовнутрь убрать. Вот, но скорее всего расческа была таким как кончиком массажирующим, кругленьким, да, и вот она хорошо так так и процепила. Но все убралось, все великолепно. Ну, в принципе, я ее себе уже оставляю. На мне размер 50-52. Как вы видите, она на мне свободновата, нормально, все хорошо. Значит, 50 вискоза, 27 повестор, 23 нейлон состав, артикул 529-544. Отличная кофточка, застегивается, расстегивается, тоже все очень удобно, все очень хорошо. Я ее уже вам показывала немножко в инстаграме, в предыдущем обзоре. В общем, классная. Сейчас на мне трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 529-564, размер 50-52. Состав 50 вискоза, 27 полиэстер, 23 нейлон. Очень мягкая, классная кофточка. Вязка тут очень такая, видите, тоже, как и у предыдущей, суперская. Она поплотнее, чем предыдущая, потому что тут уже закрывается горловина. Плечо тут идет вязко, вот в этом вот месте получается. А самого плеча, как в предыдущей кофте, тоже нету. То есть такая вот, как косой край, или как это вот называется. Вот, рукава тоже, обратите внимание, что они мне, вот получается, впритык. Впритык, выполнен в форме резиночки, рукавчик. И низ изделия такой обычный. И вот идет, как и такой вот рисуночек по краям. Безумно нравится эта кофта, этот цвет, этот крой. Как она на мне сидит, как скрывает все недостатки. Стройнит, вот просто, знаете, ни до чего не докопаться. Ткань точно такая же, вязка, вернее, как и предыдущая кофта. Просто великолепно, просто здорово. Никаких нареканий нету. Значит, трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 529-560. Цвет бежевый, размер 50-52. 50 вискоза, 27 полестер, 23 нилор. Очень натуральная, не колется, как и предыдущая. Ну, в принципе, мне кажется, вся коллекция не колется. Вся коллекция очень комфортная, носить ее безумно приятно. Вот надеваешь, и не хочется с него. Бомба коллекции, я не знаю, прям обалденно. Вот лично в моей фигуре, вот я глядя в зеркало, смотрю, мне очень-очень нравится. И тут, кстати, длинный рукав. Кому не видно, да, то есть вот длинный рукав. Поэтому длинноногим девушкам тоже очень хорошо подойдет. Вырез глубокий. Как вы видите, тут у меня маечка выставляется из-под него. Вот. Дальше, что хочется сказать, это трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 529-884. Цвет бежевый, размер 50-52. 60 хлопок, 40 грилл. Состав. Вот такая вот хорошенькая кофточка. Очень такой V-образный, приятный вырез. Мне она безумно нравится. Она уже идет длиннее, как вы видите, попу скрывает. Все хорошо. Ну, пошли в ход водолазочки. Если честно, мы там все перепутали друг за другом, непонятно, как распечатали. Значит, это трикотажный джемпер с высоким воротом для женщины. Ну, я такие водолазки называю просто водолазка лапша, вот если честно. Зеленый цвет мне как-то не особо. Это, во-первых. Во-вторых, она меня сильно обтягивает, показывая, ну, в принципе, все недостатки. Я сейчас перед вами без утяжки, без всего. Вот, все вы знаете, что я какое-то время занималась спортом. Немножко подтянуло тело, скинуло 6 килограмм, но это мне особо не помогло. А вещи в обтяжку еще пока рановато носить. Вот, не особо хорошо смотрится. Вот, поэтому девушке покрупнее обратите внимание на то, что она прям в обтяжку, в обтяжку. И рукава тоже впритыкнут. По идее, ткань очень приятная, очень клевая. Тело дышит, она не колется. Она просто безумно-безумно приятная. Ее надел, ее не хочется снимать, потому что она реально клевая на ощущениях. Но, посмотревшись в зеркало, я вижу, что не так все и хорошо, как хотелось бы. Вот, размер 52, 70 вискоза, 30 нейлон. Артикул 529, 467, размер 52. В принципе, все обтягивающие вещи, это претензия у меня к себе самой, а не к коллекции. Да, я думаю, вы это поняли. Трикотажный кардиган с длинным рукавом для женщины. Артикул 529, 552, размер 50-52, 50 вискоза, 27 полиэстер, 23 нейлон. Точно-точно такая же, как первая кофта, только в черной расцветке. Ну, обалденная, просто мягкая такая, приятная, хорошо тянется, хорошо растягивается. Просто, вот, нет слов, какая, она прям со всех сторон такая, вот, прямая, обычная, да, то есть, воротничок такой вот, то есть, ну, никаких вообще проблем нету. Здорово, здорово, пухгарки такие же в составе есть, запасная, вот. Ну, вроде бы, точно-точно такая же, как предыдущая и первая, но, как будто бы она на мне посвободнее, да, вот, видите. Чуть-чуть слегка посвободнее, но, посмотрев размер, я смотрю размер 50-52. Состав 50 вискоза, 27 полиэстер, 23 нейлон, то есть, по составу такая же, цвет бежевый. Артикул 529, 548. В общем-то, слегка-слегка она свободновата, но и муж, если просто дали, что хорошо сидит. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, артикул 529, 556, размер 50-52, 50 вискоза, 27 полиэстер, 23 нейлон, а цвет молочный. Очень приятный оттеночек, очень она клевенькая, тоже длина рукава, обратите внимание, что для длинноногих дам будет недостаточно, вот она, да, и без сгиба она, вот видите, да. Вот, поэтому я думаю, что даже не знаю, вот черную мне оставить или белую, подсказывайте, но мне хочется ее, мне прям хочется. Хорошенькие кофточки, приятные. Джемпер точно-точно такой же, как и зеленый, только темно-красный, артикул 529, 475, обычная базовая вещь, тоже как бы идет во втяжечку, но у меня там еще, конечно же, маечка, вот, поэтому и под зеленым тоже маечка была. Так-то, в принципе, неплохо смотрится, все хорошо. Так, размер 52, 70 вискоза, 30 нейлон. Пишите, как мне этот цвет, как мне этот оттенок, я вас сомневаюсь. Очень люблю черные цвета, точно-точно такой же джемпер, ну, я не знаю, водолазка, наверное, но без горловины, да, как и предыдущий, также зеленый. Артикул 529, 483, размер 52, 70 вискоза, 30% нейлон. Так, сейчас на мне трикотажный джемпер с длинным рукавом, для женщины такой уже был, только другой расцветочки. Ребята, он мне безумно нравится, безумно нравится то, что и руках такой длинный, классный, да, то есть можно спрятать ручки, но если не нужно, то он не спадает, да, видите, я трясу, он не спадает, очень комфортно. Опять-таки, вот этот глубокий вылез, очень красивая такая мелкая, средней плотности вязка, вообще ни одна вещь не колется, просто безумно здорово. Так, состав 60 хлопок, 40 акрил, кожа дышит, очень мягкая, комфортная кофточка, размер 50-52, артикул 529, 890. Безумно классный, красивый голубой оттенок, прямо такой, знаете, пыльно-голубой что ли, пыльно-свежий голубой, в общем, я не могу понять, мне безумно нравится. Кстати, на камеру, я перебью, он, как сказать, более яркий, может, то, что мы вам посвятим, он более яркий, если смотреть вот это же, так, глазом, он более темный, то есть более, как вам сказать, более такой, как с филетовым оттенком, даже бы я это сказал. Да, ну, чистая голубизна. Вот сейчас, вот при этом освещение, камера передает, ну, неверно. Ну, понятно, очень красивый, конечно, очень красивый цвет, такой приятный. Артикул 529, 888, размер 50-52, 60 хлопок, 40 акрил, так же, как у предыдущего, все размеры 52-е. Вот. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, артикул 529-556, размер 52, мягкая, клевая, это, наверное, самая мягкая из всей коллекции. Вот эти вот кофточки, вообще просто супер. 50 вискоза, 27 полиэстер, 23 нейлон, просто великолепные кофты. Ну что, пошли жилетки от безрукавочки, кто их как называет. Значит, смотрите, на мне сейчас трикотажный жилет для женщины. Артикул 529-587, размер LXL, то есть они уже вот так вот варьируются, но мне нормально. Я чистый 52-й, я точно не худею 52-го, и мне нормально. Тут такие вот разрезики еще по бокам, я думаю, видно, да? Да, 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 очень хорошо. Хорошо, да, видно. Вот, тут такая вот вязочка идет, ну и декольте не сильно глубокое, тоже очень-очень удобно. Можно носить с блузками, там, с футболками, с чем хочется, с водолазками. То есть это такая универсальная штукенция, 60 хлопок, 40 акрил, ну и все, 60 хлопок и 40 акрил. Далее на мне трикотажные обтягивающие брюки для женщины, цвет темно-синий, размер 52, 68 бискоза, 27 нейлон, 5 эластан, артикул 529-719. У меня эти брюки забрала уже свекровь, ей не очень понравились, значит, тут идет шовчик такой, как у трико, наверное, ранешнего, да? Вот эта вот штучка. Ну, в общем-то, это обычные-обычные лосинки, хорошо тянутся вроде бы, ну, они такие плотненькие, они ничего не утягивают. У них очень высокая вот эта вот толстая резиночка, во-первых, и очень высоко талия, то есть на талии. Вот мне это очень понравилось, что хорошо очень получается вот в этом плане. Вот, дальше, что еще про них сказать? Ну, они средней плотности, вот сейчас мне в них жарковато. Жарковатые вот при 22 градусах в номере, да, кондиционер показывает 22 градуса, мне в них жарковато, если честно. Вот такие вот они прям тепленькие, плотненькие, то есть летом в жару в них сложно походить. Так, подклад у них такой же, как и тут, то есть просто плотная очень ткань. Длина штанов, как видите, нормально, нормально, вот, но длинноватый слегка, но не сильно длинноватый. В принципе, хорошо так вот, синее у меня вот мама забрала. Трикотажный жилет для женщины, артикул 529-591, размер LXL, 60 клопок, 40 акрил. Слушайте, ну классные жилеты. Реально классные жилеты. Вот на них, на нем, кстати, видно все, да, и вязку, и разрез, вот прям на этом жилете очень все удобно разглядеть, рассмотреть. Легкие такие, приятные, клевые, даже, наверное, как самостоятельные, да, подходят. Вот у меня просто маечка под низом, и получается очень комфортно, суперский. И еще, значит, на мне трикотажные обтягивающие брюки для женщины, цвет черный, их я уже оставляю себе. Трикотаж, точь, такие же, 68 вискоза, 27 нейлон, 5 эластан, 529-743, размер 52. Симпатичные. Так, ну, как вы видите, красные штаны абсолютно не мое. Так, значит, это обтягивающие брюки для женщины, артикул 529-727, размер 52, цвет темно-красный, 68 вискоза, 27 нейлон, 5 эластан. Я точно знаю, что у них не будут растягиваться, кстати, у всех трех коленей. Вот, я думаю, даже так будет лучше видно, да, Антон, резиночку, потому что на черных было видно плохо, поэтому на красненьких я контурирую, все покажу. Ой, а, а, это, это артикул. В общем-то, очень комфортные штаны, очень хорошие, мне нравятся, но это такое вот, да, с чем-то связанное, носить еще что-то больше. Я все-таки больше люблю классику, получается. И такие штаны, вот, ярко-красные, хотя тут темно-красный написан, мне не особо-то нравится. Дальше, трикотажный жилет для женщины, размер Эликсель, 60 хлопок, 40 акрил. Это идет тоже, артикул 529-583. Конечно же, не обращайте внимания, что вещи мятые, мы их примеряем сразу же из упаковки, сразу же на себя. И, конечно же, решаем, что вернуть, что оставить. Поэтому мне хочется от вас советов, что мне подходит, что нет. Очень хочется от вас советов, потому что для меня это очень важно. Вот этот я хочу оставить, потому что он мне нравится. Размер тоже Эликсель, очень даже симпатичный, я считаю. Сейчас на мне трикотажный кардиган с длинным рукавом для женщины. Цвет бежевый, размер 50-32. 69 нейлон, 20 вискоза, 11 полиэстер. Очень классная штучка. Мягкая, прикольная, хорошенькая. Но это совсем не пальто. Длина рукава, в принципе, великолепна. Я вот как раз позавчера ходила в этой светлой кофточке, а вчера вот в этом вот кардигане получается. Я вот так себе загибала. Оно не разгибается очень комфортно. И, вы знаете, ужасно нравится мне, прям безумно. Во-первых, цвет клевый. Во-вторых, он очень мягкая такая, пушистая, приятная-приятная ткань. А в-третьих, хорошие такие карманы. В-четвертых, если где-то ветер, где-то что-то, да, то есть запахнул, завязался, все, кофточка готова, клевая, классная. Единственное, что смотрите, что на маме, что на мне, мы обе уже померили, вы это видели в предыдущем видео, что на маме, что на мне, вот чуть-чуть пошевелились, походили, где-то сели, встали, все, он развязался. То есть тут хочется или какие-то, вот если дует ветер, если холодно, то хочется какие-то вот такие вот, может быть, пуговки сюда. Или лучше всего, наверное, эти железные, да как они, кнопочки. Да, пуговки, кнопочки, что-то такое вот хочется, чтобы застегнуться и ходить. Потому что вот так вот ходить, держать, когда ветер, ну, как бы не особо удобно, согласитесь. Вот, но с другой стороны я его оставила, даже без сомнений, потому что он мне очень понравился. И вчера весь вечер я в нем проходила и в магазин, и везде он действительно такой хорошенький, такой клевенький, мягенький, я прямо не могу. И он не мнется. То есть когда мы его вот так вот всяко-разно сминаем, вот, отпускаем, и он выпрямляется тут же. То есть я его пришла, положила в номер, положила на, так как тут очень мало вешалок. А, кстати, вешалки у него нету, да, нету. Положила его на кресло, встала, пошла, он даже не смялся, понимаете, вот очень удобно, что не обязательно, не обязательно на плечках. Я его носила вот так, в расстегнутом виде, потому что тепло, потому что не холодно вчера было, нормально, просто дул ветер. Просто обалденные ощущения, очень приятные. Ну и последняя вещь в этом обзоре, это трикотажный кардиган с длинным рукавом для женщины. Артикул 529-792, цвет черный, размер 50-52, 69 нейлон, 20 вискоза, 11 полиэстер. Ну, что могу сказать про него, у меня много сомнений, но он мне тоже нравится. Тоже мягкий, тоже теплый, мне кажется, что он потеплее, чем предыдущий кардиганчик. Вот, великолепно, просто все, тут уже рукав не хочется подгибать, загибать. Это, во-первых, во-вторых, он сделан что-то типа, как бы под норку, что ли, да, вот такой. Видите, тут много-много таких вот мелких-мелких штучек, пушистиков, как их даже назвать, обозвать, я даже не знаю, вот. И он создает ощущение вот немножечко колкости, да, это единственная вещь, которая слегка, чуть-чуть вот колется в шее, но до такой степени незначительно, но оно чувствуется. Это, наверное, единственный его минус. Ну вот, и я не знаю, как мне идет черный цвет, конечно же, маме все сказали, что не подошло, но, в принципе, у нее почему-то далее вот тут вот оказалось. Хотя у нас обычно бывает таким образом, вот он как смотрится сзади, значит, он мне не мал, не велик, на размер больше. Я бы взяла только для того, чтобы запах был больше, мне хочется больше запах, чтобы он при ходьбе не разъезжался. Он явно походила по номеру, походила туда и сюда, так же подвигалась, он начинает разъезжаться, то есть он раскрывается, мне это не нравится, так не должно быть, мне кажется. Вот, хотя тут все свободно, как вы видите, все великолепно. Вот этот кардиган под вопросом. Вот сейчас по джунге ходить самое то, да, Краснодарский край, вечером, днем жарко, вечером прохладно, и вечером, когда его надеваешь, действительно чувствуешь себя очень так приятно. Почему? Потому что он смотрится недешево, он смотрится так хорошо, клевенько, как хорошая такая добротная длинная кофта, да, кардиган именно. У меня с ранних времен огромная страсть к длинным кофтам, к длинным кардиганам. В прошлом году я себе тут в джунге, когда замерзли шесть моря по дороге, да, через рынок, там такой рынок был, я себе купила длиннющий кардиган, он у меня был прям по щиколотку, такого темно-песочного тоже цвета, безумно мне нравилось в нем ходить, офигенски просто. И вот этот тоже мне очень нравится, и у него длина самое то, что нужно мне. Тут такие же глубокие карманы, как в предыдущем, но вот понимаете, там застегнул и пошел, а тут идешь, и оно раз, да, то есть его, он требует доработки, он не продуман, в плане носки неудобно, вот в этом только плане. Ну что ж, мои дорогие, с вами была конного Аня, и сейчас будет конного Ираида. Прикнеющий зеркал. Мам, покружись. Слушай, мне нравится, вот мне лично нравится, очень даже ничего, неплохо, но она уж очень на тебе свободна, прямо очень свободна. Так, размер мой, но я не люблю широко, чтобы в бедрах отходил волка задняя вот. Уже вот из этого мне не нравится. А заметили, как у мамы спинка ровная, какая стала, с Ириной занимается, вообще здорово. Мам, а штаны тебе как? Очень хорошо, удобные, это как сказать, подлин, ножек нигде, складок нету, очень хороши. Угу, ты их себе оставляешь. Приятные. Вот я, все, что я не хочу, маме нравится, и то же самое, маме нравится, да, то, что мне не нравится, и так вот постоянно. Ну, хорошенькие, конечно, штаны, удобно и дома в них ходить, и до магазина в кофточку надеть, сбегать. Вот, в общем-то, плотные, да, да, они плотные, такие ничего. Смотрите, этот же зеленый кардиган, 529-467 на маме. Маме очень хорошо цвет, но ей тоже не нравится, что он идет в обтяжку, потому что у мамы грудь побольше. То есть у нее меньше попа, но верхняя часть туловища у нее больше. И получается, мам, покружись, да, и получается, что, видите, обтягивает, вот. И так как цвет ее очень сильно освежает, мы перезакажем это на 54-й. И мне кажется, ей будет очень хорошо. И вот тут, да-да-да-да, мы всегда говорим, что у нас с мамой разные вкусы. Я себе, я ее уже вам показывала, эту кофту, и себе ее уже оставила. И вы представляете, я нечаянно заказала еще раз еще такую же кофту. И мама говорит, мне очень нравится. Ну, вот в чем-то вкусы схожи. Да, значит, тоже 52-й размер, артикул 529-815. Пусть носит с удовольствием. Суперская вязка, просто обалденная такая вот вязочка у нее. Мам, покружись, пожалуйста. Да, давайте прям увеличим вам вязку, покажем. Да, то есть, очень великолепно смотрится. И мне очень-очень нравится. И по ростовочке очень даже хорошо, неплохо. Так, значит, вот эту кофточку мама оставляет себе. Артикул 529-556, размер 50-52. На мне вы ее видели. Суперская такая вязочка, классная, да, вот поближе вам показать. Мама, еще раз покружись, а то я увеличила во время окружения. Да, рукавчик тут такой расклешенный. Очень приятно, недостаточки скрадывает. Вот это аккуратно, вот это красиво. А водолазки все надо на размер больше. Вот нам лично надо, потому что у нас есть недостатки в фигуре. А вот это просто ровненько, хорошо так смотрится. Вот еще такая кофта маме понравилась. Да, с такой вязочкой прикольная, классная кофточка. Ну, мне тоже нравится, как она на маме смотрится. Как-то здорово, да. Прям супер.